Всем привет, любители ароматного табака. Сегодня у нас опять сигарный прокур. Будем курить кубинскую сигару Vegas Rabaina Famosas. Пока обрезаем, но расскажу о сигаре. Марка, вернее, сигаря достаточно молодая. Названа она в честь Алехандра Rabaina, знаменитого табаковода кубинского, специализирующего все развращивания. Покровных листов, ну, очень достаточно надеозная личность на кубе. Вот, насколько я помню, вернее, по последним данным он до сих пор жив, ему там более 90 лет. Вот, курит сигары, продолжает радоваться жизни и выращивает чудесный там поход. Ну, изначально сигары Vegas Rabaina сделали для испанского рынка, но, во всяком случае, так интернет говорит. Вот, там известны, так как в Испании, ну, известны традиции курения табака, и изначально вышла монополия в Европе, испанский король обладал на табак. Ну, вот, ну, в последнее, то есть монополия ушла, и, в общем, для испанского рынка их сделана, но сейчас они, в общем-то, распространились и позиционируются там, как супер-пупер. Человек, и так Vegas Rabaina Famosos. Ммм, чудесная тяга. Я после Санчо Панцер. У меня все тяга чудесная теперь. Ну, что, начало. Прилые листья, чай, орех. Достаточно мощное начало для первой-третьей. Древесные опилки, дуб. Чудесное начало. Ну, ладно, покурим. По итогам первой-третьей. Вернемся и расскажем, что там с ней. Итак, друзья, Vegas Rabaina Famosos первой-третьей позади. Достаточно быстро она пролетела. Удивительно просто, я не понимаю. Хотя я не сказала, что всегда раннеплотная прутка, но курица очень легко, прям на одном дыхании курила. То есть и габрами она курила, в принципе. Ну, что значит по первой-третьей? Ну, помимо того, что уже в начале курения было, добавилась, в общем-то, перечность. Она такая, ну, не навязчивая, но достаточно доминирующая. Вот, и такая горечность небольшая. Она перец, скорее, добавляет, перерождается в нее. Ну, в общем-то, древесные такие доминируют нотки. Вот, сигар такая становится чуть потяжелее. Ну, не скажу, что пока я, в общем-то, никакой я там... Никотиновая. Вернее, сигарь не тяжелая, в общем-то. Но единственное, что вот немножко она приболевает. Я ее постоянно пытаюсь подлечить, но вот куда-то она этому подуходит. Ну, значит, ну, не очень эстетично, кстати, это выглядит. Не знаю, я хочу показать. Может, ноги пользоваться. Можно слюной, в общем, смачивать. То есть то место, в котором сигарочка начинает заболевать. И, соответственно, она может вырваться. То есть вот когда не так, как критичные заболевания, можно чуть подвырвнуть. Ну, если уже не получится, тогда придется дожигать. Я же повторюсь, это жутко не люблю. Ну, посмотрим. Ну, так встретимся наполовину, и дальше уже там посмотрим. Пепер, кстати, вот сюда тоже хорошо держит. Никаких проблем. Ну, встретим. Так, друзья, половина сигар у нас проходит под лозунгом коньячные ароматы. То есть вот этот орех и дерево, и легкая горчинка, они смешались, получился такой легкий коньячный аромат, такого молодого, не очень выдержанного, ферментированного коньяка. Ну, очень приятный. Сигара, кстати, совершенно не тяжелая. Несмотря на то, что я ее в помещении подкурю, очень легко идет, курица хорошо. Ну, единственное, что, конечно, горит, что-то у меня, она прямо летит просто. То ли я ее курю быстро, давно всегда, не курю, то ли, ну, не знаю. Очень интересно. Прям даже обращать внимание на себя, то есть с какой скоростью она у меня просто заканчивается. Ну, встретимся в конце, уже, наверное, в итоге ей подведем, что там у нас с ней произойдет. Итак, друзья, докурили мы сигару. Ну, что могу сказать, по ароматам, значит, ароматы окрепли, в общем-то, коньячные, как они были, так они остались. Значит, стали пожестче, вот. Крепость, ну, есть, безусловно, но критичная, в общем-то, эта сигара не очень крепкая, учитывая, что даже я ее в закрытом помещении, в принципе, вполне нормальная часть. Это габка расслабленности, конечно, безусловно, потому что эта сигара – это достаточно большое количество дублака, но не критичная крепость. Ну, в общем-то, хорошая сигара. Будет возможность обязательно попробуйте. Стоит она, ну, проще говорить, сколько стоит сигара, ну, на следующий день она стоит фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу по курсу, ну-у-у-у-ну-ну-у-ну-у-ну-у-ну. Ну, где-то 12 долларов, наверное, так получается. В общем, стоит она этих денег. Отличная маленькая-небольшая история смотрели с рабами спасибо за внимание спасибо, что смотрели мое видео до новых встреч